добрый день я олег ковалев мы находимся в мастерской компании ресурс мы уже неделю дорабатываем наш тук-тук который готовится к конкурсу у меня большой опыт работы с электротранспортом в частности с тук-туками первые тук-туки были разработаны здесь в россии в средней полосе тук-туки использовались для перевозки на складах для продажи растений также как прогулочные и для перевозки небольших грузов концепции первых тук-туков так было такова что мы просто вынимаем бензиновый или дизельный двигатель ставим электрический а все остальное оставляем на месте в процессе эксплуатации мы выяснили что аккумулятор который был установлен изначально кислотный аккумулятор который использовался для бензинового двигателя он оказался ненужным сейчас мы его упираем для облегчения веса также был модифицирован тук-тук в индии который соответствовал их погодным условиям их требованиям связи с накопленными знаниями и опытом которые используются при разработке тук-туков мы увеличиваем площадь солнечных панелей чтобы увеличить отдать энерго отдачу в моменте в момент езды чуть-чуть увеличили емкость батарей почему чуть-чуть почему не сильно исходя из тех правил которые существуют в этом году участники как бы направляются в эту сторону в этом направлении то есть слишком большая емкость батарей не будет являться преимуществом в этом году потому что в прошлом году участника можно было возить с собой любое количество солнечных панелей и просто при остановке раскидывать их по земле сейчас же это запрещено солнечные панели могут находиться только на транспортном средстве транспортное средство в момент зарядки от солнца не должно касаться земли не идут других предметов только стоять на своих собственных колесах и даже нельзя иметь подпорки под солнечные панели которые будут опираться на землю таким образом увеличивают вас я наблюдал за нашими конкурентами все практически идут по этому пути увеличивают площадь солнечных панелей чтобы ехать на солнце фактически и аккумулятор использовать просто как демпфер когда надо больше чуть отдать энергии чем могут отдать солнечные панели энергия берется из аккумулятора и потом снова возвращается при остановке на зарядку но слишком большая батарея приведет к недопустимому увеличению веса и на этой неделе мы по максимуму насколько могли снизили нашу массу выкинули все лишнее а также заменили каркас на котором раньше у нас было две панели сейчас же у нас будет там шесть панелей а также учитывая то что мы будем ехать в условиях очень высокой температуры в районе 40 иногда и выше то мы поставили вентилятор охлаждения на наш электродвигатель конечно мы понимаем что путь будет нелегкий и мы много рассчитывали чтобы во первых войти в правила в этом году и во вторых добиться наилучшего результата и по нашим расчетам мы сможем двигаться когда светит солнышко со скоростью примерно 35-40 километров в час при этом мы сможем стоять на зарядке не сильно долго потому что у нас не очень высокая емкость аккумуляторных батарей нам предстоит соперничать с нашими можно сказать коллегами потому что они также энтузиасты и занимаются электротранспортом и среди участников будут соревноваться также не только участники но и концепции в целом вот эта концепция про которую я вам сейчас только что рассказал будет также три велосипеда они будут использовать как мышечную энергию так и энергию солнца электровелосипеды с педалями и солнечными панелями сегодня мы установили новый каркас на наш тук-тук с солнечными панелями и начинаем тесты о результатах которых вы узнаете чуть позже но что будет еще мы увидим непосредственно во время пробега я уверен будет интересно